Работа с интерфейсом редактора материалов. Нам понадобится сцена с различными объектами и к множеству определенных объектов применена разная текстура. В данном случае здесь используются три материала, благодаря чему мы сможем некоторые функции продемонстрировать. Для того, чтобы вызвать редактор материалов, нам достаточно нажать соответствующую кнопку вот здесь вот на основном тулбаре. Или же зажав кнопку выбрать из выпадающего списка один из двух вариантов. Первый вариант это старый вариант компактный редактор материалов. Второй вариант это новый редактор материалов, ну относительно новый, который называется Slate Material Editor. Горячая клавиша это второй метод вызова редактора материалов. Горячая клавиша буковка M на клавиатуре английской. Также мы можем воспользоваться основным тулбаром, то есть главным меню визуализации рендеринг. И из пункта редактора материалов Material Editor выбрать соответствующую кнопочку вызова Slate Material Editor. Я воспользуюсь на основной панели кнопочкой и вот за умолчанием вот такая вот настройка редактора материалов. Сверху у нас располагается так называемый меню бар, то есть главное меню, которое состоит из определенных вкладок с командами по смысловой нагрузке. Чуть позже мы разберем более конкретно, что здесь находится, как им пользоваться. Чуть ниже расположен под меню баром основная панель, тулбар. Далее у нас располагается Material Map Browser, то есть это обозреватель библиотек элементов, с которыми доступно здесь работать. Некоторые просто его называют библиотекой материалов или обозреватель библиотек материалов. В ней разбиты на подгруппы какие-то элементы. Те подгруппы могут быть свернутые, могут быть развернутые, но здесь кроме материалов есть еще много различных элементов. И в зависимости от того, какой выбран в данный момент визуализатор, эта библиотека может меняться. Следующим образом, например, у нас сейчас Scanline визуализатор. Посмотрите, у Scanline присутствует ряд материалов, а именно их 4 штучки. Если мы вызовем настройку систем визуализации, выберем другой визуализатор, то здесь поменяется все. Соответствующим образом, у Scanline останется один материал. Что это значит? Дело в том, что эта библиотека элементов зависит от того, какой в данный момент из визуализаторов у вас сейчас активен. И здесь, соответственно, отображаются те элементы, которые могут работать с соответствующим активным визуализатором. То есть, грубо говоря, те материалы, с которыми не работает вот этот визуализатор, они просто исчезают. Но зато добавляется очень большая библиотека других материалов, других элементов, которые в данном визуализаторе доступны. Поэтому, прежде чем начать работу с текстурированием и визуализацией, необходимо все-таки выбрать какой-то визуализатор, с которым вы умеете работать и понимаете, что там находится за материалом. И после этого, значит, уже начинать какую-то работу здесь. Значит, у нас под библиотека материалов она может выглядеть по-разному. Если вы щелкните правой кнопочкой на пустом поле, здесь откроются настройки библиотеки. И мы с вами можем увидеть вот такую вот картину. Если поснимать все галочки, у нас с вами библиотека материалов может оказаться пустой. Многих пугает эта вещь. И после перезапуска система она тоже останется пустой. Не бойтесь, если у вас здесь в этой вкладочке пусто, значит, мы с вами можем успешно щелкнуть правой кнопкой и добавить те элементы, которые нам необходимы. Ну или просто все элементы здесь прощелкать, чтобы они отображались. Далее, чуть ниже располагается статус и есть кнопочка, которая зажата по умолчанию, которая называется кнопочка активации и дезактивации рендер. По умолчанию эта кнопочка означает, что у нас с вами вот здесь, когда мы возьмем какой-нибудь материал, будет в реальном времени этот материал визуализироваться. Если мы с вами будем менять цвет, добавлять какую-то текстуру, эти изменения будут отображаться в этом окошечке предварительного просмотра. Но если вот эта вот кнопочка выключена, мы с вами попробуем материал добавить, видите, здесь уже нет окна предварительного просмотра. И даже если мы будем менять цвет, мы не увидим здесь этого элемента. Поэтому, в зависимости от ваших нужд, держите эту кнопочку активной или пассивной. Зачем это нужно? Если у вас очень много материалов находится одновременно в этом редакторе, во время его открытия, если это сложные материалы, у вас система может провисать. Пока будет осуществлена визуализация на вот этих вот элементах ваших текстур. Если у вас очень много этих элементов, значит, возможно, имеет смысл отключать в реальном времени визуализацию окна предварительного просмотра. Вот. Значит, вот эта вот зона поля с шахматкой называется ActiveView. Собственно говоря, это наш рабочий монтажный стол, за которым мы с вами будем работать. И все материалы можно выносить из вот этого вот, собственно говоря, обозревателя библиотеки. И каким-то образом располагать увеличение, уменьшение вот этих вот элементов осуществляется прокруткой мышки. Или в правом нижнем углу у нас располагается навигационная панелька. Ну, естественно, есть здесь окна управления масштабированием, перемещением. Но надо сказать, что перемещение осуществляется зажатием кнопочки прокрутки на мышке скролу, иначе говоря. А масштабирование прокруткой колесика мышки того же скролу. Поэтому возможно, что обращаться вот к этому окошечку у нас с вами, скорее всего, нужды не будет. Также мы с вами можем наблюдать в правом верхнем углу так называемый навигатор. Значит, если мы с вами куда-то сместились и потеряли наши материалы, то в навигаторе они будут отображены и щелчком на ту или иную зону сможете отцентрировать. Ну, или, в принципе, перемещаться по навигатору с помощью вот этой вот красной рамочки. Если вы работали в фотошопе, то это тот же аналог, в общем-то, навигатор из фотошопа. Под навигатором мы с вами можем наблюдать элемент, который называется параметр эдитор. Собственно говоря, редактор параметров материалов, он доступен только в том случае, если вы активируете какой-то из материалов. Значит, вот эти элементы, которые мы сюда стаскиваем, в литературе зарубежной принято называть нодами. То есть, здесь могут быть материалы или карты, текстурные или процедурные. Значит, их перемещать можно просто щелкнув один раз на соответствующий элемент и перемещая его по нашему монтажному столику, окну обзора. Для того, чтобы увидеть параметры материалов, нужно сделать двойной щелчок на этом объекте. После этого, этот элемент будет обведен вот такими вот прерывистой линией. И здесь будет отображаться свойство данного материала. Также следует заметить, что во время работы, если вы поработали, настроили этот материал каким-то образом, а дальше вы хотите работать с другим материалом, допустим, выносите еще один из материалов сюда и хотите с ним работать, лезете сюда и начинаете менять. И тут оказывается, что вы меняете настройки не нового материала, который вы только что добавили, а старого материала. Значит, нужно быть внимательным. Когда вы создаете новый элемент, у вас по умолчанию остается выделенным предыдущий элемент. Соответственно, все эти настройки, которые вы делаете, вы делаете на старом материале, а новый остается нетронутым. Многие новички страдают из-за этого. То есть, вытащили элемент, двойной щелчок на него совершили. Только после этого у вас будут параметры этого нового материала. Также мы можем до определенной степени увеличивать размер вот этого элемента на экране. Но если, ну, параметр вот он, 200%, это его максимум. Если этого недостаточно и нам не видно мелких деталей нашего материала, который мы настраиваем, двойным щелчком по самому вот этому вот кружочку материала, можно увеличить данный материал еще больше. Ну, и если мы занимаемся каким-то мелким рельефом и нас не удовлетворяет даже вот этот вот объект, мы можем щелкнуть правой кнопочкой и активировать команду здесь, которая нам с вами позволит открыть окно предварительного просмотра материала. То есть, команда Open Preview Window. И вот в данном случае окно предварительного просмотра материала, оно может быть отрегулировано вами тем размером, который вам хочется. Значит, и здесь стоит галочка автообновления материала. То есть, в реальном времени, если вы что-то с ним будете делать, этот материал будет менять цвет, будет принимать на себя блики с теми настройками, которые вы для этого материала будете делать и так далее и тому подобное. Но единственное, что это небольшое окно визуализатора, то есть загрузка процессора, она будет постепенно увеличиваться в зависимости от сложности этого материала. Чем больше вы делаете окно предварительного обзора, тем дольше будет отрабатываться изменение, чем сильнее будет загружена система. Но зато вы сможете оценить ваш материал воочию и понять, достигли ли вы свои цели во время редактирования или не достигли. Также вы можете заметить, что у нас присутствует масса каких-то элементов здесь, которые нам могут мешать, и большинство из которых мы не знаем, знать не хотим и пользоваться ими никогда не будем. Эти элементы, так сказать, в кавычках не нужны, можно отключить, щелкнув на кнопочку, спрятать неиспользуемые нот-слоты. Так называемые нот-слоты, это вот именно эти элементы с небольшими розеточками. При этом с левой стороны розеточки для дочерних каких-то элементов, так называемых детей, а с правой стороны для материнских элементов, соответственно. Значит, вот этот объект является материнским, а вот этот объект является дочерним. Относительно этого. Когда мы с вами перемещаем вот эту всю конструкцию, давайте отключим неиспользуемые нот-слоты, чтобы увидеть, что остался вот какой-то один, к которому мы подключили этот элемент, и как только мы создаем эту связь, открывается весь перечень, и мы попадаем куда-то там. Вот. Мы во время перемещения этого объекта видим, что остается дочерний элемент, так сказать, не тронут, и он не перемещается. Если необходимо перемещать оба элемента, значит, с ними что-то придется делать, допустим, рамочкой выделить оба, и в таком случае их перемещать. Значит, операции по копированию осуществляются здесь так же, как и в 3D Max, вы зажимаете Shift и переносите. Таким вот образом вы с сажатым Shift так же клонируете эти элементы, чтобы удалить, достаточно их выделить, и нажать на клавиатуре клавишу Delay, например. Вот. Значит, когда у нас здесь большой размах работ, и мы с вами в результате работы раскидали все вот эти вот объекты, и нам очень неудобно в таком виде работать, значит, с ними можно сделать ряд определенных операций. Ну, например, выделить все комбинации клавиш Ctrl-A, и в пункте меню View – Обзор, есть хорошая команда, которая называется LayoutAll, например. Нажав на нее, мы с вами выставим в определенную последовательность кучу этих материалов в одном каком-то месте для удобства работы. Например. Также нам может понадобиться возможность скрыть неиспользуемый нот-слоты. Значит, можно выделить те элементы, в которых мы хотим это сделать, щелкнуть правой кнопочкой и увидеть, что здесь нет этой команды. Соответственно, мы можем пойти в пункт меню View и нажать один раз эту кнопочку, они наоборот появятся, второй раз эту кнопочку, и они наоборот исчезнут. Ну, а потом можно опять выделить с помощью комбинации Control-A все эти элементы и нажать пункт меню View – LayoutAll. Еще раз упорядочить все эти элементы, чтобы они вот такую, например, строчечку здесь у нас с вами вписались в экран. Также может быть у нас большое количество этих элементов. Я немножко накопирую их. И нам необходимо выделить и поработать с какими-то определенными элементами. И мы опять-таки куда-то сдвинулись. Мы их видим, что они активные здесь, вот на навигации. Мы можем быстренько к ним приблизиться с помощью пункта меню View – Zoom – Extend или пункт меню Zoom – Extend – Selected. И мы видим, что здесь кнопочка Z есть. То есть, если мы с вами находимся в определенном месте, выделим другие объекты, нажав на кнопочку Z, как и в видовом окне 3D Max, мы с вами переместимся к выделенным элементам. Понятно, что эти кнопочки снизу присутствуют тоже Zoom – Extend – все, когда вписывается в видовой экран все элементы, которые тут есть, или Zoom – Selected, который здесь есть. То есть, в главном меню View продублированы определенные команды, которые доступны с помощью управляющих кнопочек навигационной панельки в правом нижнем углу. И пользоваться можно или горячими клавишами, или вариантом, предложенным здесь. Также нам с вами известно, надеюсь, что материалы, что только материалы мы можем применять к нашим объектам. И в случае, когда у нас есть ряд мелких элементов, которые имеют на себе один и тот же материал, но разбросаны по всей сцене. Нам с вами необходимо их как-то переместить. по названиям мы не можем вспомнить, как они называются. Значит, у нас есть такая хорошая возможность как это осуществить. Ну, во-первых, давайте вернемся к тому, значит, как откуда взять вот эти вот материалы, которые присутствуют в нашей сцене. Взять их мы с вами можем со сцены с помощью специальной кнопочки главного меню материал Get All Scene Materials. То есть, взять все материалы сцены и поместить их на наш монтажный стол. Нажали эту кнопочку и появились вот эти материалы. Я выделю их все и отключу неиспользуемые слоты и сделаю команду Layout для того, чтобы мы с вами могли наблюдать их в более компактном виде. Что же нам необходимо сделать? Например, мы хотим получить выделение всех материалов вот этих вот, которые синеньким цветом у нас обозначены. Смотрим сцену, видим, что есть синенькие чайнички в сцене. Значит, обязательно, прежде чем использовать команду необходимо выделить материал, с которым вы собрались работать, двойным щелчком, чтобы его параметры отображались в окне параметров. Нажать на материале правую кнопочку и из пункта меню Select выделение выбрать Select By Material. Как только мы нажмем кнопочку ОК, откроется окошечко Select Object и здесь эти материалы будут уже подсвечены. Все, что нам необходимо будет сделать для того, чтобы выбрать объекты будут подсвечены. Эти объекты нужно нажать на кнопочку Select. Мы с вами увидим, что все элементы, на которых этот материал применен, вот они выделены. мы их можем удалять, перемещать, делать то, что мы хотели сделать. Другой вариант, когда у нас может быть материал выделен другой, вы щелкаете по третьему материалу и выбираете окошечко выбора. Выберутся в данный момент все равно элементы того материала, с которого мы с вами вызываем это вот окошечко Select By Material. То есть моя рекомендация, прежде чем что-то выделять, лучше от греха подальше сделайте двойной щелчок на том материале, объекты, с которыми вы хотите выделить, а только после этого уже нажимаете эту кнопочку Select Select By Material, чтобы мы гарантированно получили именно выделение конкретно того материала. Также мы можем столкнуться с такой вот проблемой, ну это даже не проблема, а скорее удобство при работе. Значит вот это вот окошко оно имеет определенные размерчики, меньше которых оно не становится в силу тех или иных причин. Ну в 2020 версии как мы видим все не так плохо, но в старых версиях оно было не настолько резиновым и соответственно у нас обозреватель материалов занимал много места и окошко было для работы с самими материалами достаточно небольшое. Значит мы с вами можем с помощью пункта Tools убрать ненужные панели поле для работы у нас будет достаточно большое а также что еще характерно хорошо для тех кто работает на ноутбуках это окошечко будет можно очень сильно деформировать под размеры небольших экранов ноутбука. Ну я конечно рекомендую работать с помощью двух мониторов чтобы окно визуализации там было на одном мониторе работы с редактором материалов на другом мониторе. Оптимально с нашей точки зрения разработчиков учебного курса это оставить навигатор и редактор параметров и убрать библиотеку материалов. Дело в том что если вы щелкните на этом поле правой кнопкой мышки то вы сможете увидеть что здесь присутствует все то же что было в библиотеке материалов. И в общем-то нет никакой нужды отдельно держать левую часть в постоянном режиме открытой. То есть все материалы которые нам могут понадобиться мы можем доставать отсюда и с правой кнопки мышки. Значит соответственно мы с вами рассмотрели у главного меню пункт Tools отображает три элемента по умолчанию. мы с вами должны если есть какой-то сложный материал знать, что с помощью кнопочки Options Move Children если эта кнопочка будет включена значит у нас будут эти элементы особенно если они достаточно велики то в пункте Options можно включить пункт Move Children и у нас вот эта вся картина структура нашего материала она будет бегать постоянно за материнским материалом так сказать дети будут следовать за материнским материалом это кнопочка Options Move Children мы также в Options можем настроить ряд определенных параметров которые влияют на отображение элементов отображение сеток и так далее самих элементов материалов значит также попрошу вас обратить внимание на то что у некоторых материалов в уголках присутствуют треугольнички в некоторых уголках материалов не присутствуют треугольнички о чем здесь речь значит материалы некоторые можно классифицировать тремя категориями в зависимости от того если там этот треугольничек если треугольничка нет материал называется холодным так называем и он не присутствует в сцене ни на одном из объектов то есть мы его тут абстрактно моделируем но никакому объекту не применили есть материал у которых эти треугольнички серенькие теплый материал так называемый это означает что материал присутствует на каких-то объектах у нас в 3d сцене и есть материал горячий с белыми треугольничками это означает что в данный момент выделен объект в сцене трехмерной к которому данный материал применен а теперь рассмотрим подробно панель инструментальную которая здесь есть вначале мы с вами удалим все со сцены и первым пунктом идет инструмент перемещения который по умолчанию активен он нужен для того чтобы мы с вами могли перемещать в общем-то эти материальчики вторым пунктом у нас присутствует соответственно пипеточка она же является аналогом команды pick from object в пункте выпадающем меню сверху эта пипетка позволяет взять материал из сцены щелкнув на объект мы с вами получим один материал щелкнув на пипетку выберем второй материал или возьмем команду pick from object и выберем какой-то так уже выбрали какой-то третий материал смысл вам понятен ну и мы могли конечно воспользоваться командой взять все со сцены опять-таки все это дело выделяем и height слоты и зум а в смысле layout все на свете располагаем объекты здесь также у нас есть кнопочка которая позволяет присвоить текущий материал пусть он у нас будет красненьким к выделенному объекту значит мы с вами выделяем определенные объекты и нажимаем соответственно вот эту вот кнопочку assign material to selection в пункте выпадающем эта кнопочка есть у нее есть даже горячая клавиша клавиша нажали и применился этот материал к материалам в сцене различным и еще один вариант применить к выделенному данный материал это если мы выделим какую-то часть и правой кнопочкой щелкнем на материале тут тоже присутствует эта же команда assign material to selection не забывайте что вы материалы можете присваивать не только ко всему объекту в целом но и к выделенным его частям если это полигональный объект то такое возможно поэтому команда называется assign material to selection именно к выделению вот значит присутствует кнопочка delete selected то есть это удалить выделенные объекты наши ноды ненужный аналог команды delete на клавиатуре это кнопочка зажатая или отжатая она же аналог команды movechildren вот она здесь присутствует я немножко увеличу ее movechildren и ее аналог вот он чтобы дочерние объекты перемещались за вашим основным объектом кнопочка hide unused not slots вот она здесь тоже присутствует из view команда аж горячие клавиши у нее есть далее у нас с вами присутствует кнопочка я увеличу которая называется отображать материал в видовом экране если у нас в сцене присутствует какой-то сложный материал и он еще применен к какому-то объекту ну вот мы выделим какие-то элементы и применим материал к выделенным объектам то мы с вами наблюдаем вот в этом окошечке что там отображается ну не совсем то что мы наблюдаем в данный момент здесь при нажатии на кнопочку show shadowed material in viewport у нас здесь будет отображаться текстуры именно этого материала но в более-менее понятном для нас виде та же текстура которая будет выводиться на визуализацию если у вас сложный материал будет состоять из различных изображений то возможно далеко не все будет отображаться на видовом экране но тем не менее какие-то элементы мы с вами сможем увидеть также если вы планируете создавать прозрачный материал это стекло или еще что-то то ну изменять так сказать прозрачность вашего объекта то здесь мы с вами в данный момент не сможем оценить как этот материал выглядит потому что нужна какая-то подложка то что будет на заднем плане соответственно есть следующая кнопочка дальше которая называется шоу бэкграунд ин превью то есть показывать в окошечке предварительного просмотра материала задний фон при нажатии на нее мы с вами увидим что появилась шахматка и соответственно в зависимости от того насколько материал будет прозрачный то мы сможем увидеть как будет взаимодействовать ну и будет ли он вообще взаимодействовать с задним фоном будет ли что-то видно сквозь него будут ли определенные виды искажений на этом материале или не будет соответственно эта кнопочка нам с вами может тоже пригодиться шоу бэкграунд ин превью значит сверху также присутствуют две команды выравнивания объектов две кнопки выравнивания объектов по горизонтали или по вертикали значит по умолчанию я использовал команду которая выравнивала объекты выделить все и выровнять по вертикали но можно было бы и по горизонтали если это требуется значит это все делается с помощью допустим вот этих вот двух кнопочек значит есть возможность выбирать кнопочкой channel id тип канала для наших материалов это нечто похожее на слои в фотошопе ну многое можно с этим сравнить в данном программном продукте значит бывает во время работы мы сильно разносим элементы друг от друга с ними бывает неудобно работать они могут быть запутаны и как-то выглядит не очень хорошо значит для того чтобы исправить ситуацию есть следующая кнопочка layout children соответственно они выстраиваются более наглядно и понятном варианте значит отображение обозревателя библиотеки элементов отображение параметра эдитора и кнопочка выделения по материалу она выведена здесь то есть нам с вами достаточно выделить искомый материал нажать вот эту вот кнопочку откроется окно выбора и выберутся все вот эти вот чайнички которые имеют один и тот же материал ну давайте подытожим что же мы с вами узнали мы с вами узнали что у нас в библиотеке материалов есть небольшой раздел который называется материалы находящиеся на сцене сцен материал все материалы которые применены к объектам хранятся здесь ну и напоминаю что материалы они запоминаются на самих объектах трехмерной сцене также мы с вами должны были вынести следующее если у нас присутствуют какие-то составные материалы то есть есть родительский элемент есть два дочерних элемента все команды которые мы рассматривали их можно вызвать из правой кнопки мышки на соответствующем элементе например та же команда упорядочить layout children если у нас далеко разнесены дочерние элементы спрятать дочерние элементы чтобы они не загромождали рабочее пространство если у нас с вами все это дело имеет большое дерево так сказать построений отключить спрятать неиспользуемые слоты это надо щелкать на каждом или выделить все и применить ко всему вот команды выделения по дереву и выделение по материалу команда select material неактивна в том случае если материал не применял ни к одному объекту в сцене в данном случае так и есть если бы это был какой-то из вот этих вот элементов то эта команда была бы активна если он есть на элементах в сценах также если у нас отключена кнопочка снизу автоматического превью ну или здесь отключить кнопку автопревью и этот материал не будет обновляться в автоматическом режиме чтобы не приводить к зависанию и можно вручную обновлять апдейт превью визуализацию предварительного просмотра этого материала здесь кнопочка по умолчанию автоапдейт она была включена также мы с вами знаем что если мы хотим выделенный материал привести к центру рабочего пространства достаточно зажать Z на клавиатуре мы также знаем что можно скопировать шифтом этот элемент но тогда он протянется к предыдущим материалам что бывает очень неудобно если нам необходимо скопировать весь материал со всеми дочерними элементами зажмите shift с контролом таким вот образом с зажатым shift с контролом мы можем копировать эти элементы ну или выделите все это дело мышкой и скопируете в таком варианте значит и тут и другой вариант он имеет место быть ну вот пожалуй на этом будем завершать вот ну примерно как пользоваться данным инструментарием я надеюсь вам в общих чертах понятно а дальше мы рассмотрим значит как же конкретно работать с конкретными видами материалов под определенными визуализаторами на этом наверное данная лекция завершается благодарю за внимание обучайтесь вместе с нами